Севастопольские школьники начали сдавать государственную итоговую аттестацию. Через первые испытания по литературе, информатике, химии, обществознанию уже прошли девятиклассники. Согласно российской образовательной программе, для получения аттестата ученикам необходимо сдать русский язык, математику и еще два предмета на выбор. В 2016-м севастопольские школьники в последний раз смогли самостоятельно выбрать форму аттестации. Уже со следующего учебного года все девятиклассники будут сдавать основной государственный экзамен. Больше знает Анна Леготина. В Севастополе около пяти тысяч девятиклассников. Все они в этом году проходят государственную итоговую аттестацию. На выбор две формы оценивания – основной госэкзамен или государственный выпускной экзамен. Первый – ОГЭ предпочитают те, кто собирается после девятого класса покинуть стены школы и получать среднее специальное образование в колледжах, техникумах и училищах. Второй – ГВЭ – подходит для тех ребят, которые планируют продолжить учебу в десятых и одиннадцатых классах. Таких в Севастополе большинство – около 90%. Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, ребятам достаточно сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам обязательной математики и русский и двум предметам по их выбору. Они получают аттестат и спокойно идут в десятый класс учиться дальше. В первый день школьники сдавали экзамен по дисциплине на выбор – информатику, литературу, химию и общество знания. Большая часть учеников выбрала последний предмет, так как, по их словам, он легче. Но немало оказалось и тех, кто решал создавать аттестацию по одной из самых сложных наук – химии. Я выбрала химию, потому что это мне нужно будет для поступления в медицинский колледж Жени Дерюгиной. Волнение, конечно же, есть, но пытаюсь себя успокоить, чтобы не волноваться и не сбиться. Я решил идти по пути медицины. У меня есть такая мечта – хочу стать хирургом. Поступлю в десятый класс, выбрал химию. Вот я готов. Я долгое время готовилась, занималась. Волнение есть, конечно, но пытаюсь настроиться на хорошую работу. Мы хотим сами себе пожелать удачи и всем, кто сдает этот экзамен, чтобы все сдали на отлично, чтобы у всех все получилось. Процедура проведения экзаменов для девятиклассников мало чем отличается от порядка при сдаче ЕГЭ. Ученик в общем списке находит свою фамилию и номер аудитории. После прохождения контрольного пункта он занимает свое место. Кабинет, к слову, оборудован видеокамерами. Наблюдение ведется с двух точек. Для тех, кто сдает ОГЭ, оно в режиме онлайн. Для остальных – в записи. Кроме паспорта и ручек, с собой можно взять лишь воду и шоколад. Все остальное – личные вещи, телефоны и другие гаджеты – остаются на столике за пределами аудитории или у родителей. Они вместе с учителями в день экзамена переживают не меньше детей. Они проще к этому относятся, чем мы. Им все проще, им как-то легче. Ну, наверное, потому что они больше уверены, они знают, что они знают. А мы думаем, что они не знают ничего, из-за них боимся. Обязательно волнуюсь. Но я им не показываю, конечно. Я говорю, что все хорошо, и вы не волнуйтесь. Вот, все сдадите. Вот. Но волноваться начала еще с января месяца, когда узнала, что экзамен по выбору. Когда узнала, какие ученики выбрали, еще больше разволновалась за некоторые. Вот. А так, в принципе, нормально. Основной этап государственной итоговой аттестации будет продолжаться до 9 июня. За это время на 14 пунктах проведут экзамены больше, чем по 10 предметам школьной программы. Сдать ОГЭ или ГВС могут также ученики с ограниченными возможностями здоровья. Для них организуют экзамены на дому. Все процедуры при этом сохраняются. Видеонаблюдение, наличие экзаменационной комиссии и руководителей пунктов проведения аттестации. Анна Леготина, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Многодетным семьям компенсируют затраты на школьную форму. Соответствующее постановление в четверг принято правительством Севастополя. Эта мера социальной поддержки в городе будет оказываться впервые. Все подробности в материале наших корреспондентов. Севастопольские родители, у которых трое и более детей с чеками на школьную форму с 15 августа по 15 октября, могут прийти в районный департамент социальной защиты и получить от города компенсацию 3,5 тысячи рублей. Правительство Севастополя в четверг своим постановлением утвердило новую меру социальной поддержки многодетных семей. Это детки школьного возраста от 6 до 18 лет, которые посещают школы. Таких деток у нас в городе Севастополе 4,5 тысячи. Собственно, в бюджете средства на реализацию этого мероприятия заложены были в размере 16 миллионов рублей. Родители, конечно, должны будут обратиться с 15 августа по 15 октября в районное управление труда и социальной защиты населения и предоставить документы, подтверждающие то, что они приобрели своему ребенку школьную форму. Право на эту компенсацию будут иметь многодетные семьи, у которых среднедушевой, среднемесячный доход не будет превышать 2 прожиточных минимума, не более 100 тысяч рублей. 100 тысяч 966 рублей. Вот если у них среднемесячный доход такой или меньше, тогда они будут иметь право, соответственно, на данную компенсацию. Кроме того, правительство Севастополя дорабатывает проекты помощи молодым семьям в приобретении собственного жилья. Речь идет о двух постановлениях – о субсидировании на улучшение жилищных условий и кредитовании. В отличие от кредита, субсидия будет безвозмездной. Эти документы примут после устранения недочетов, а присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в Севастополе снижается в целом на 27%. Перерасчет проведут с 11 апреля 2016-го. До 3777 стоимость пребывания ребенка свыше 3-х лет в 12 группах 12-часового пребывания – 136 рублей 56 копеек. В 12-часовой группах до 3-х лет – 99 рублей 73 копеек. Официально пляжи в Севастополе открывают 10 июня. Дата прописана в постановлении правительства. Напомним, с этого года благоустройством будут заниматься частники. По итогам конкурса победителям необходимо будет заняться ремонтом, благоустройством инфраструктуры, приведением пляжных территорий к нормам безопасности. Минимально необходимый объем, насколько я понимаю, Андрей Валентинович, однозначно до 10-го числа будет выполнен. По условиям заключаемых договоров в течение месяца со дня заключения договоров организация, проект, который по благоустройству был признан победившей, обязана весь объем работ в соответствии с данным проектом выполнить. В любом случае до 10-го июня постараемся сделать минимально необходимый объем и до 20-х чисел июня полностью завершить этот процесс. Отдельным постановлением правительства имущественный комплекс судоремонтного завода «Металист» в Балаклаве передается в безвозмездное пользование Федеральной службе охраны Российской Федерации. Государственное предприятие «Металист» будет либо реорганизовано путем присоединения к одному из существующих группов города, либо ликвидируем. И все работники ГУПа, им предложено будет перейти на работу в федеральное государственное предприятие. 10 июня ко Дню России и Дню города на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии Южных морей будет ярмарка «Праздничный июнь». Как сообщил на заседании правительства Севастополя начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Эдуард Петров, на ярмарке будет работать 25 торговых точек, где представят товары народного промысла, изделия из глины, кожи, а также продовольственные товары. Анастасия Шурга, Анна Малышко, дилер Меджитов, информационный канал Севастополя. 26 мая в России день предпринимательства. По традиции праздничный концерт провели в стенах Севастопольского филиала экономического университета имени Плеханова. Именно этот вуз в сотрудничестве с Департаментом экономического развития города оказывает поддержку всем начинающим бизнесменам. За последние два с половиной года были успешно реализованы десятки проектов, таких как курсы повышения квалификации, форумы и консультации с экспертами в области ведения бизнеса и маркетинга. На концерте присутствовал и начальник Департамента экономики Севастополя Алимдар Ахтемов. Он отметил положительную тенденцию развития бизнеса Севастополя и анонсировал новые правительственные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы взаимодействуем с бизнесом почти ежедневно. Наши департаменты, практически все органы исполнительной власти. Во-первых, это поддержка бизнеса. Мы знаем, у нас три фонда созданы. Второе, это привлечение малого и среднего бизнеса к участию в торгах, чтобы они тоже имели возможность получить доступ к заказам и, естественно, возможность планировать свою деятельность. Непосредственно государственная поддержка, которая оказывается разными органами власти. Непосредственно предпринимателям сегодня мы это презентуем. В ночь со среды на четверг во дворе дома, расположенного по улице Вакаленчука, прогремел взрыв. Неизвестный подорвал припаркованный автомобиль «Жигулей», сообщили в городском управлении МЧС России. Информация об инциденте в чрезвычайное ведомство поступила около 4 часов утра. На место выехали специалисты 6-й пожарной части. Ситуация осложнялась тем, что въезд во двор был практически полностью перекрыт припаркованными машинами. Горящий автомобиль все же удалось потушить, тем не менее, от него осталось едва ли не груда обугленного металла. Спасатели МЧС напоминают, оставляя свои автомобили на ночь во дворе, следите за тем, чтобы они не создавали помех для проезда спецмашин. Сразу две крупные чрезвычайные ситуации ликвидировали городские спасатели. К счастью, всего лишь в рамках учений в Севастополе прошла командно-штабная тренировка по ликвидации ЧАЭС. Все подробности у наших журналистов. Четверг, Севастополь, 6 утра. Органы управления гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Спасателям поступает сигнал сразу о двух крупных чрезвычайных ситуациях. Это разлив нефтепродуктов в акватории бухты Камышовой и авария на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе бухты Казачья. К счастью, эти события не оперативная сводка, а легенда учений. В городе проходит командно-штабная тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации. Эпизод первый. Якобы танкер слил в воду дистоплива. По легенде, в море попало почти тонна нефтепродуктов. Задача – ликвидировать загрязнение. Были отработаны практически такие вводные, как ликвидация аварии, связанная с выбросом нефтепродукта в Камышовую бухту, с аварийным сбросом нефтепродукта. Были задействованы портовые службы, буксиры, мусоросборщики, катера, силы РСЧС города, перекрыт рейд в бухту Камышовая. Были задействованы аварийно-спасательные партии объектов. Всего было задействовано 57 человек личного состава, 17 единиц техники. Были установлены боновые заграждения буксирами и был задействован мусоросборщик. Также по берегу был задействован личный состав объектов аварийно-спасательной партии, которые произвели сбор. Был задействован вакуумный автомобиль, который также производил сбор данного нефтепродукта. Эпизод 2. Ликвидация условного ДТП. По легенде, в МЧС от полиции поступает сигнал, что на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с локомотивом. Есть пострадавшие, спасатели выезжают на место. В ход идет гидравлический пресс для деблокировки зажатых людей. Три пожарных расчета организовали условное тушение автомобиля. Как состояние пострадавших? Было занято 46 человек личного состава. Цель проведения учений – организация межведомственного взаимодействия всех служб города и отработка действий на случай чрезвычайной ситуации. Конечно, лучше, чтобы на практике это не повторялось, а так и осталось легендой учений. Дмитрий Дудко, Анна Малышко, информационный канал Севастополя. Купание на территории заповедника Херсонес-Таврический запрещено законом. Но это не пугает любителей позагорать и поплавать. Ежегодно, летом, объект культурного наследия превращается в городской пляж. В этом году с введением бесплатного посещения заповедника охранные меры усилили. В течение дня прибрежную зону патрулируют сотрудники полиции и охранники культурного объекта. Они следят за соблюдением правил нахождения на территории Херсонеса. Находиться в купальных костюмах, плавать и загорать здесь запрещено. Побережье музея заповедника Херсонес-Таврический в летний период превращается в городской пляж. Туристы и местные жители после экскурсии или в свободное от работы время не проще окунуться в море. Одни не знают, другие игнорируют правила. Но плавать, загорать, находиться в купальных костюмах здесь запрещено. Это прописано в правилах поведения на территории музея заповедника. Бесконтрольные купальщики для Херсонеса не в новинку. Местная охрана боролась с ними еще при Украине. Продолжает и при России. Объект, он подвергается в результате большого наплыва людей, он подвергается опасности. Большое количество людей, которые приходят сюда с тем, чтобы отдохнуть, позагорать, что-то поесть, попить, которые оставляют мусор, которые, в общем, наверное, это не всем нравится посетителям, когда идет экскурсия, и при этом рядом с объектом люди отдыхают. Это неправильно. Купание на территории заповедника противоречит требованиям Министерства культуры России. Более того, в постановлении правительства Севастополя 13 июля 2015-го прописаны участки, запрещенные для купания. В перечень входит и морское побережье музея заповедника Херсонес-Таврический. Вход на территорию стал бесплатным. Количество посетителей памятника культуры возросло. Чтобы сохранить историческое наследие, руководство музея приняло решение усилить контроль. Территория городища – это береговая линия, которая в значительной степени разрушена в результате волновых явлений и так далее. Но, тем не менее, в том числе прибрежная часть – это часть наследия, в том числе подводного наследия, которое относится к Херсонесу. Поэтому здесь ценным является все абсолютно. Принято жесткое, очень жесткое решение Министерством культуры привести в соответствие с российским законодательством правил поведения на территории учреждений. Купаться нужно где-то все-таки в другом, оборудованном, специально определенном для этого месте. Лариса Седикова отмечает, превращение Херсонеса в местный пляж не добавляет ему привлекательности как туристическому и религиозному объекту. Кроме того, купаться здесь небезопасно. Территория для этого не оборудована. Здесь нет лодочной станции и спасателей. Вдоль прибрежной зоны установлены информационные таблички. Купаться запрещено. За соблюдением правил поведения следят охранники учреждения и сотрудники полиции. Они проводят обходы прибрежной зоны и разъяснительные беседы. Согласно Министерству культуры, указа губернатора и местной администрации запрещен загар на территории. Загорать, купаться. Большинство туристов к замечаниям смотрители относятся с пониманием. В спор не вступают. Здесь был всегда платный вход. И мы рады, что вход стал бесплатный. Но, конечно, жалко, что пляжной зоны теперь нет. Ну что ж, будем купаться в других местах. Мне кажется, здесь есть как положительная, так и отрицательная сторона. Но, в принципе, если рассматривать как памятник, архитектур, то, конечно, это не пляжная зона. Наверное, здесь купаться нельзя. Хотя, в принципе, не знаю, у нас в Санкт-Петербурге, в Петергофе, там тоже есть залив, люди купаются и как бы к этому нормально относятся. Ну, двоякое мнение я могу на розыск сказать. В принципе, с другой стороны, тоже место такое историческое. Тут и стариков много ходил, кто местный живет, много купались. Ну, не знаю. В принципе, если есть такое распоряжение, ну, пожалуйста, будем его следовать и выполнять. Не все согласны с запретом купания на Херсонесе. Местные жители говорят, много лет отдыхают здесь и привыкли плавать в этих водах. Это же не такой молодежный микрорайон, а в основном живут люди пожилые. Им ходить куда-то далеко и определить им где-то место небольшое для купания, я считаю, что нужно. Я сам коренной севастополец купал. Не то, что купались, мы здесь жили. Вот, все время купались с утра до самой ночи. Ну, потом запреты были, хотя сейчас запрет. Ну, в принципе, вот это поколение будет соблюдать правила. Законы едины для всех и с запретом купания смириться придется. За этим проследят правоохранители, говорят сотрудники заповедника. И лишь одна дата станет для горожан исключением. 19 января, в день Крещения, окунаться в воды заповедника будет разрешено. Елена Корнухова, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Противоречивая ситуация складывается искупанием в центре города. В частности, возле памятника затопленным кораблям. Согласно постановлению правительства Севастополя, участок от западной границы ограждения спортивного клуба Черноморского флота до пляжа Мыс Хрустальный в артиллерийской бухте под запретом для любителей поплавать. Тем не менее, каждое лето на набережной Приморского бульвара можно увидеть немало отдыхающих. Особенно это место любят пенсионеры. Однако не все согласны с этой городской традицией. Видите, можно сойти потихонечку. Не то, что на Хрустальном раз и в воду надо плыть. Правильно. А тут вот мелко сразу. Потому, мне кажется, сюда люди идут. Тут, вы знаете, все-таки памятник затопленным кораблям – это визитная карточка нашего города. Мне кажется, для купания есть пляжи. Я считаю, что лучше на пляже купаться, чем у памятника. Предварительное голосование партии «Единая Россия» в Севастополе признали состоящимся. К такому заключению вчера пришел оргкомитет, сообщает прислужба партии. По официальным данным, явка избирателей составила чуть более 6%. В тройке лидеров – Дмитрий Белик, Антон Шкаплеров и Сергей Лисейцев. Подробности далее. На предварительном голосовании партия «Единая Россия» в Севастополе победил Дмитрий Белик. Он собрал около половины всех голосов. Эту информацию подтвердили в региональном организационном комитете по проведению праймерис партии «Единая Россия» в Севастополе. Организаторы отмечают, мероприятие прошло при активной поддержке горожан и позволило полностью выполнить те цели и задачи, которые ставили перед собой активисты партии. Обеспечили всем участникам данной процедуры равные условия. Все имели возможность участвовать в дебатах, которые транслировались в прямом эфире, были на сайтах, в том числе и в соцсетях, в одноклассниках. Всем были представлены площадки, арендованные нами для встреч с избирателями. Специалисты подтвердили, что выборы прошли без серьезных нарушений. На избирательных участках за ходом голосования пристально наблюдали представители кандидатов, журналисты и Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Также была организована онлайн-трансляция. Праймерис в Севастополе транслировался представителями гражданского контроля на сайт «Гражданский контроль», что обеспечило прозрачность избирательных процессов в бьющих нарушениях. В ходе праймерис не было. В целом праймерис в Севастополе прошли организованно, четко и привлекли внимание общественности. Предварительное голосование партии «Единая Россия» призвано выявить достойного кандидата для его поддержки на выборы в Государственную Думу 18 сентября 2016 года. Участник праймерис Юрий Жбанков оценивает организацию и проведение мероприятия на отлично. Считает, мероприятие показало объективное мнение горожан по представленным кандидатам. На сегодняшний день существуют официальные результаты праймерис, которые опубликованы в средствах массовой информации, которые расставили всех по своим местам. И я, как участник праймерис, могу только констатировать то, что оголосовано в СМИ. Как участник предварительного голосования, находясь на предвыборных участках, я не видел никаких нарушений. Согласно информации, представленной оргкомитетом праймерис, голоса распределились следующим образом. Третье место занял Сергей Лисейцев, второе – Антон Шкаплеров, победил – Дмитрий Белик. Именно он получит поддержку партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Арсений Ковалевский, Сергей Краснослободцев, информационный канал Севастополя. За знания художественных произведений в библиотеке имени Гайдара дарили книги. Такой акцией сотрудники учреждения прививали детям любовь к чтению, приурочили ее к Всероссийскому дню библиотек. На праздники побывали и наши корреспонденты. 27 мая 1795 года – открытие первого в стране публичного книгохранилища. Эта дата теперь – официальный день рождения российской библиотек. Сегодня трудно привлечь детей к чтению книг. Кто-то предпочитает компьютерные игры, кому-то ближе – спорт. Но и в наш век информационных технологий библиотека находит своих маленьких читателей. Сейчас есть дети, которые любят читать, есть для которых это нелюбимое занятие, но они вынуждены это делать, потому что учатся в школе. Компьютеры и гаджеты, и планшеты существуют уже достаточно давно. Дети на начальном этапе проявляют книг какой-то интерес, но, как правило, они им быстро надоедают. И все-таки им доставляет удовольствие брать в руки печатную книгу. В праздновании Общероссийского дня библиотек в Севастополе – традиционно яркое событие. На этот раз для юных любителей книг организаторы подготовили викторины и конкурсы. Участникам предлагали нарисовать библиотеку будущего, изобразить героя из любимой книги, а самым начитанным – принять участие в аукционе «Отдам книгу в хорошие руки». Любой, кто правильно отвечал на три непростых вопроса, мог бесплатно выбрать себе книгу. Мы уже не первый раз проводим подобные акции. И нашим читателям очень интересно. И они с удовольствием в конце акции просят продолжить ее, во-первых, в тот же день продолжить, а еще лучше каждый день проводить подобные акции. То есть мы завлекаем книги любыми способами, любыми средствами. Заслуженным библиотекарем Севастополя почетные грамоты за труд. Их благодарят читатели, но по-своему поют песни и декламируют стихи. Я хочу пожелать своей библиотеке, чтобы она росла, полнела, скажем так, знаниями. Ну, и было больше читателей. Эти юные севастопольцы не забывают о книгах и не потеряли интерес к библиотеке. Говорят, для любимых авторов у них всегда есть свободное время. Анастасия Шульга, Александр Тимофеев, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. К новостям спорта. 25 мая стартовало первенство России по баскетболу среди ветеранов от 40 до 70 лет. Соревнования среди мужчин и женщин в трех возрастных группах продлятся до конца текущей недели. На торжественной церемонии для зрителей с творческими номерами выступили барабанщики кадетского корпуса и хореографический ансамбль «Надежда». В дебютном матче севастопольские баскетболисты клуба «Мусон» со счетом 55-45 обошли команду «Меркурий» из Екатеринбурга. Среди восьми мужских команд наши спортсмены выступают во второй группе. Их соперники – Нижневартовская команда «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, а также клуб КФУ из Казани. Финал первенства России по баскетболу среди ветеранов завершится 29 мая. Эти соревнования проводятся под эгидой Российской Федерации баскетбола. И преследует цель одной – это развитие всего ветеранского движения. В этом году у нас принимают участие три возраста. Это 40+, 50+, 60+. Поэтому мы привезли сюда максимальное количество команд. В этот раз соперники очень настроены на команду Севастополя. Так как мы в финальной игре прошлого года выиграли два очка у Санкт-Петербурга, никто не ожидал, что Севастополь, оказывается, имеет силу в баскетболе. И все команды усилились другими игроками из других регионов. И сегодня, я даже чувствую, первая игра будет как финальная в прошлом году. Потому что азарт вокруг этого турнира все ярче и ярче. Такие новости в этом выпуске. Благодарю за внимание.